Я рада вас приветствовать в новом видео на моем канале, с вами Влада. В этом видео я вам хотела бы показать, как перевести фермерское дело в более выгодное русло, в более развлекательную сферу. Совсем недавно мы побывали на американской ферме, где выращивают яблоки, овощи, фрукты. Есть сады с плодоносными деревьями, есть ягоды, черешня. В этот раз мы решили сетить и собрать урожай. Это сорт яблок, называется Golden Delicious, у нас не только просто, он просто называется в Украине, Golden. Здесь на ферме есть три сорта яблок, и для того, чтобы их собрать, вам просто предлагают проехаться на поле, в сад, на небольшом таком тракторе, на прицепами. Или можете пройти спешком, ну и идти где-то минут 7-8, то есть это больше как элемент развлечения, скажем так. Вот наши яблоки, вот наши деревья. Можно собирать и с полу, и с веток. Урожай в этом году очень большой, поэтому их продают по 99 центов за фаунд. Это чуть больше, чем 400 грамм. В общем, 1 килограмм будет в районе 2 долларов, если так подбивать итоги. Когда вы приходите на ферму, вас спрашивают, какой сорт яблок вы хотели бы собрать, и вам выдают два больших плотных пакета. Вы выезжаете в сад с вашей группой. Люди, которые хотят собрать именно этот сорт яблок, и все, вы начинаете сбор. Достаточно большая компания, можно приезжать и с детками. Многие люди приезжают просто для того, чтобы сорвать одно яблочко и сделать фотографию, или записать видео, и потом выезжают. Мы взяли небольшие пакеты и собрали по половине яблок. Все. В принципе, я вам покажу, сколько у нас получилось. Можно собирать неограниченное количество, уже на ваше усмотрение. Один пакет яблок просто ушел у нас в еду. Из второго пакета яблок я сварила джем. Смешала его желатином, получился такой же джем. Очень вкусно получилось. Даже приятно кушать с блинчиками на завтрак. Некоторые любят собирать яблоки на выпечку. Кто-то делает варенье, кто-то просто берет на завтрак, кто-то просто берет яблочки на перекус. Допустим, когда я усь с работы, еще додумаю час-полтора, можно спокойно вести машину и кушать яблочки. Я, конечно, удивлена, что в Америке это больше сбор идет урожая, как в плане развлечения. Допустим, в Украине можно легко покататься на тракторе, но здесь это больше элемент развлечения для детей, взрослых. В следующий раз мы поедем, наверное, за урожаем черешни, ягод, черники. Можно собрать урожай персиков, но мы это уже не успели сделать. Да, себя тоже не забыла показать, как обычно. Просите себя показывать. Сейчас я вам покажу немножко кусочки фирмы, которые мне удалось заснять. Здесь выращивают и цветы, и помидоры, есть огурцы, есть разные... Есть также развлечения, есть ланч-сона, то есть все для вашего отдыха. И вы потом оплачиваете уже на кассе, на чекаут, вы оплачиваете по весу ваш товар. Мы купили яблочки, мы купили две тыквки, вот. И все. Вот так вот выглядит фирма. Можно немножко сравнить с нашими украинскими фирмами. Все просто. Обычно ярко, немножко украсили. И дальше будут небольшие ряды с тыквами. В Америке принято праздновать Хэллоуин. Делается ударение на последний слог. С начала октября по конец октября празднуется целый месяц. И через месяц уже засохшие тыквы просто выбрасывают. Вот. В Украине больше этот праздник, можно сказать, для молодежи, для ночных клубов. Всего лишь, грубо говоря, на один день. Собранный урожай находится на таких фальдонах. Вы выбираете тыковку, которая вам нравится. Можно приезжать и ходить вот там вдалеке. Если видите большие оранжевые ряды, это ряды тыкв. Вы ходите, вместе выбираете ту тыковку, которая вам больше нравится. Здесь разные сорта. А вот это вот вдалеке, это зеленые, оказались один из сортов арбуза. Они такие необычные, я таких не видела. Но, честно говоря, брать мне почему-то их не захотелось. Вот, это очень большие белые тыквы. В основном на них что-то пишут черным маркером или рисуют. Большие, такие необычные по форме и по виду, по разновидности тыковки. Вроде бы как спелые. Мы взяли сорт, называется Циндрелла Памкин, я немножко дальше его покажу. Вот такие вот тыковки, на наши украинские похожи. Тут совсем такие диковинные. Мы покупали нашу тыкву 49 центов за паунд. Вот наша тыковка, она совсем небольшая, такая яркая, желтая, немножко зеленая. Крапление оранжевое, ярко-оранжевое. И маленькую тыковку выбрали. Я немножко позже покажу, что я из нее вырезала. Вот и наш котик, мой чужинский котик. Я потратила 40, примерно 42 минуты на его вырезку. Где-то у меня посередине процесса сломался нож. Я вырезала его канцелярским ножом. И в середине, когда я пыталась сделать нос, у меня получился несимметричный, потому что нож сломался, не использовала столовый нож обычный кухонный. Вот так вот. Такое вот видео было. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем за просмотры. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться на канал. Всем хорошего дня. Всем всего доброго. Пока-пока. До новых встреч.